Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас в нашем новом выпуске интервью. И сегодня у нас в гостях студентка Высшей школы экономики. Привет! Всем привет! Меня зовут Настя, и я учусь в Высшей школе экономики на факультете международных отношений специальности туризма. Настя, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Откуда ты приехала? Сколько тебе лет? Мне 18 лет, я приехала из Украины, в Праге уже полтора года, учусь на первом курсе. А из какого города? Черкасская область. А город? Смело, просто никто не знает, что это такое. Ничего, вдруг кто-то знает и прямо увидит, и напишет, знаю, Настю, вместе учились. Отлично. Ну. А в каком году ты приехала в Чехию? В 2019. А как ты вообще узнала о такой возможности учиться в Чехии и за границей? Я и мои родители довольно-таки в классе 10-го начали рассматривать вариант учения за границей. Мы посетили довольно-таки много разных выставок о образовании за границей. Рассмотрели разные варианты, собственно, вырули Чехию, потому что по всем известным, так сказать, причинам, которые подошли нам больше всего со всех предложенных вариантов. Бесплатное образование. Так. Расположение. И язык. Язык, да. Расскажи, пожалуйста, ты учила чешский до переезда? Честно говоря, нет. Нет? То есть с нулевыми знаниями приехала? Я приехала ничего не знала и не понимала. А как ты узнала о Гаустаде? Мы обратились в фирму, которая занималась тем, что помогала студентам собрать документы, переехать и получить образование за границей. И они сотрудничали с Гаустаде. Вот таким образом я узнала. Потом еще почитала дополнительные отзывы в разных источниках. Так вот и получилось. Ну и расскажи, ты приехала, какое у тебя было настроение, как тебе вообще Прага? Ты раньше бывала в Праге? Да, приехала. А, то есть ты переехала просто в новую страну? Да, просто вот так вот. Собрала вещи или здесь? По картинкам. Ну, можно говоря, да. И какие были первые впечатления? Первые впечатления были действительно очень невероятные, потому что я еще умню, очень хорошо, момент, когда мы ехали с аэропорта, собственно, в наше место жительства. Это была вечерняя Прага, я еще сидела на переднем сиденье в машине, и прям открывался такой красивый обзор. Я прям такая вау. А ты приехала, получается, в год карантина? Да. То есть ты училась на курсах онлайн? Именно, к сожалению. Расскажи чуть-чуть об этом опыте, как тебе вообще училась онлайн? Честно говоря, грустно. Ну, да, ожидаемо. Да. Просто, собственно, все время я проводила в общежитии. Понятное дело, что тебе там есть сожители твои и так далее. Но все равно довольно-таки не хватало общения, особенно, так сказать, на чешском, потому что ты все-таки учишь язык, и самое главное, это практика твоего разговорного. Вот. Ну, пытались развлекаться, как могли. А у вас организовали какие-то поездки или вообще это было... Нет. Ну, это кошмар. Это, конечно, бедняжки все, кто попали в твой год. Да. Так вот сложилось. Ну, а какие у тебя в целом впечатления о курсах? Довольна ли ты поддержкой кураторов, уровнем языка, который у тебя сейчас имеется? В целом я довольна, потому что чешский я сдала на довольно-таки хороший уровень. Потом все нужные процессы у меня тоже пришли достаточно гладко, включая на стрификацию, подачу различных документов, поступления. Вот. У меня на все вопросы, которые у меня были, находился ответ, и нужный мне отклик. Поэтому лично у меня не было негативно какого-то опыта. А расскажи, на стрификация у тебя тоже была онлайн? Нет. Нет? Нет. То есть ты была вынуждена ехать в эту гимназию и сдавать какие-то экзамены. А что у тебя были за экзамены? Это очень интересная история, потому что когда на собрании по стрификации нам говорили, что никому никогда не попадается математика. А, математика? Да. Может такое быть? Я никогда не слышала, что кому-то подавалось. Да, у меня было четыре предмета. Это общество знания, потому что я из Украины, английский, информатика и математика. Которую я от слова не знала совершенно. Классно. Да. И я учила ее буквально за месяц. Весь курс математики школьной, да? Да. В самом деле, да. Просто у меня такая история появилась, потому что я приехала сначала в Чехию с наберением поступать в Карлову университет, а не в Уше. То есть математику я не знала совсем. Вот так вот. А как у тебя так жизнь повернулась, что ты решила пойти в Уше? Рассказывай, куда ты подавала тревожки? Куда мечтала поступить? Вообще, мой путь в поступлении довольно-таки интересный, потому что... Я очень внимательно слушаю. То, что я буду учиться в экономическом вузе и на специальности туризм, я себе не могла представить. Даже потому, что... Но это все равно не полностью такая экономическая специальность. Это что-то коммуникационное, связанное с общественностью. Это специально-поведенческая наука. Да, это правда. Вот. Но на туризм я даже не подавала приглашку. Это интересный момент. Подожди, это очень интересный момент, потому что ты сейчас там учишься. Да. Это очень... Окей, я слушаю. Вот. Я приехала в Чехию, и я была уверена, что буду поступать на что-то гуманитарное, в каждый университет и так далее. Потому что, вот, математику совсем не знала, не любила, в школе не учила. Зря. Вот. Потом, пообщавшись уже со студентами этого Карла университета, пообщавшись с кураторами, немного, так сказать... Ну, нащупала почву, там, разобралась. Да, тоже разобравшись в себе, а не... Вот. Я поняла... Я вообще изначально хотела поступать на международные отношения. Тоже выше? Нет, именно в Карлове. Я же говорю... Карлове. Или... А, угу. Обычно, в основном, доводы кураторы, во-вторых, я сама просмыслила, какие у меня приоритеты в моем образовании, чтобы я больше хотела. Потому что это более практический ВУЗ. Более... Я могу не согласиться, да. Более такой, как мне казалось, современный, на принципе, так и есть. Вот. И я решила, буду учить математику, буду поступать в ВШ. Я поменяла даже дополнительные курсы с подготовки к Карлову институту на ВШ. Угу. Да. Ты поменяла группу, получается, в ГУЗ-стадии. А там была другая терминология, вас готовили прямо в ВШ. У меня были в экономическом курсе такие предметы, как экономический чешский, там где была эта терминология, потом математика, соответственно, и английский. Угу. А если бы я поступала в Карлову, у меня были бы предметы, которые... терминология, которая была бы связана больше с этим. И... Работа с текстом, насколько я понимаю. Я сдавала на стопикацию, учила математику, потом учила математику просто на курсах, причем... То есть ты очень сильно решила, я все бросаю и учу математику? Да. Это... Сильно. Очень много встало, потому что у меня было очень много мыслей, зачем, давай лучше не надо. Ну, все-таки как-то образовалось. И вот момент подачи приглашек. И я подала приглашки уже на факультет международных отношений, и вот в чем дело. Когда ты подаешь на факультет международных отношений одну приглашку, ты автоматически подаешь приглашку на все три специальности, потому что там работает такая интересная вещь, как приоритетность. Ты просто подаешь на приглашку и выставляешь все эти специальности, приоритетности, в которые ты бы хотела их изучать. У меня первой приоритетности была дипломатия, потом туризм и торговля. Вот. Но я себе представить даже не могла, что так обернется, потому что у меня было два варианта, или я поступлю, или нет. Вот. Я подавала еще приглашку в тот же самый Карлов университет на факультет гуманитарных исследований. Ой, как интересно. И что там? Ну, я, кстати, поступила тоже туда. Ты поступила? Молодец. Молодец, что не пошло. А я, кстати, у меня были такие дебаты с самой собой, куда пойти, Карлов или Уше. Я очень довольно-таки долго думала. Вот. Выбралась, как все видят, Уше. Вот. О чем я говорю? О том, что в этом году, в ход моего поступления, очень сильно поменялся пороговый балл. Очень сильно, в смысле, вырос? Да. Вырос. Насколько я помню, в прошлом году он был плюс-минус 1700 баллов из 3000. Да, там такая разбаловка. Отец, это невероятно. Да. А в этом году... Разбаловка. Может так, разбаловка. Да, нормально. Хорошо. В этом году она была 2400 баллов. Нужно было набрать для прохождения именно на дипломатию или торговлю. У меня было 2390 баллов. Вот. А 10 баллов – это меньше, чем один тестовой вопрос. 10 баллов больше, чем один вопрос. Меньше, чем один тестовой вопрос. Ты ответила неправильно на один вопрос? Да. И так вышло. Вот. Да. Окей. Потом, когда, в общем, я открываю свой INSYS-систему, где я должна посмотреть, куда я все-таки поступила, смотрю, там написано «цестовный рух, туризм». Все, не поняла. Я же не подумала. Все такое. В смысле? Ошибочка. Перегружаем страничку. Что-то не то. Вот. Все-таки оказалось, что я поступила на туризм. Сольма. Да. Ну, наверное. Потому что, я же говорю, еще год назад, если я вообще представить не могла, такую ситуацию. Ну, вот. Вот. Так вот. Я, опять же, потом думала поступать мне в Карлов или в УШЭ. Две такие противоположности, так сказать. А вступительные экзамены? Можешь подробнее рассказать? Какие именно были тесты? Может, даже пример вопросов приведешь? Ну, примеры вопросов, это вряд ли. Было три вступительных. Это математика, два иностранных, английский и, собственно, второй на выбор. Это немецкий, французский или испанский. У меня был немецкий. То есть, ты уже знала немецкий? И ты сдавала тест? Ну, знала его так себе. Где ты взяла эти знания? Математика, немецкий. Я в школе не учила немецкий. Я каким-то образом его начала просто учить в одиннадцатом классе. Случайно? Не, не случайно. Я просто... Шла, села, как нужно, учить немецкий. Села, когда-то пригодится. Смотрю, уже учу немецкий. Когда-то пригодится в жизни. Нет, я просто еще в одиннадцатом классе рассматривала разные варианты. А, ты же хотела в Европу? Да, все это разные варианты. Плюс Европа, плюс я еще тогда задумалась о международных отношениях. И всегда там нужно трое настоянный язык. И я решила начать учить немецкий, потому что в школе у меня был испанский, которого, по сути, не было. Ну, так бывает, да. Всегда у нас. Вот. Поэтому немецкий я просто подтягивала. Английский повторяла, потому что, в принципе, у меня был он на хорошем уровне. Пока не начал учить черский. У всех такое бывает. Познание насчет учебы. Вот ты увидела, что ты поступила на ЦИСТОВНЕРУХ. Ты такая, что это? Что меня ждет? Я рассчитывала на какие-то всеобщие экономические, географические, политические познания, можно так сказать. Окей. Я думаю, ну ладно, вроде бы туризм мог бы мне такое дать. И это что-то схожее. И я решила попробовать пойти. Думаю, ну, если что. А у тебя был выбор еще? Ну, Карлов. Карлов. Все это. Я просто думала еще, если что, то перепоступлю. Так и думала. А сейчас ты как думаешь? Сейчас. Как раз процесс подачи приглашек на второй тур я думаю. И еще процесс размышления, процесс активного поиска. Настя, расскажи, пожалуйста, как у вас проходит обучение? Какие предметы изучаете? Что-нибудь такое? Ну, у нас предметы в основном делятся на два типа. Это те, которые учат, в принципе, весь факультет и чуть ли не весь ВШ. Вот. И предметы, которые касаются чисто нашей специальности. Например, в прошлом семестре это были такие предметы, как региональная политика и экономика туризма. И на экономике туризма мы изучали в целом туризм со стороны, с точки зрения экономики. Что это вообще, как мы можем в этом работать, что это же сфера, что туда входит, как, кстати, взаимодействовать с профессиональной точки зрения. Вот. Вы еще изучаете языки на факультете, правильно? Да, все правильно. Мы изучаем два иностранных. Это идет как обязательная вещь. И потом ты можешь себе выбрать, если хочется еще что-то. То есть это не может быть чешский и английский? Нет. Это должен быть обязательно английский. И второй экзамен... А, английский входит. Я думаю, это как база. Ну, у тебя в обязательных предметах английский и второй иностранный, который ты сдавал на вступительных экзаменах. То есть ты даже его не можешь поменять. А-а-а. Интересно. Вот. И, в принципе, выбор языков довольно-таки многогранный, как третий иностранный, по крайней мере, для чехов. Можно выбрать там и китайский, и голландский, и арабский, и какой хочешь. В принципе. Неплохо. Но они такие широкие спектры выборов. Ты будешь выбирать дополнительный язык, третий? Когда я выучу немецкий на достаточно хорошем уровне, что я смогу наконец-таки говорить, а не просто вынимающий. А не просто тесты сдавать, что-то сильно подумаешь. Да, кстати. Черточки ставить, там, на аббатси, да. Вот тогда я бы, возможно, это выбрала из романских языков, например, французский или испанский. Ясно. Может быть, ты уже принимала участие в каких-то интересных проектах от университета? Или, может, тебе еще предстоит принять участие? Не знаешь? Имеешь в виду... Групповые проекты, может быть, какие-то глобальные, связанные, не знаю, с туризмом, разумеется. А вам выше эта довольно-таки усилененная практика каких-то всевозможных мероприятий, которые проходят и по Чехии, и за границей? И соединенные с органическими партнерами и тому подобное. На данный момент я еще не понимала в таком участии, но хотелось бы попробовать, потому что действительно интересный опыт, в примере, как я слышала. Так же, я довольно-таки часто предлагаю всякие разные дополнительные воркшопы, курсы и так далее. Например, вот буквально мне пришел чек-лист новых мероприятий в этом семестре, и у меня, например, есть возможность пройти курсы по искусственному интеллекту, по развитию искусственного интеллекта, потому что это быстродевающаяся сфера, которую внепляют практически везде сейчас. И еще довольно-таки много подобных тем. Возможности немного, и главное, как ты им пользуешься. Кстати говоря, что касается вашего сайта, у вас довольно интересный, понятный интерфейс. Я там начитала много всего интересного. Написано, что у вас есть воркшопы, которые помогают ответить на вопросы, кем ты хочешь работать вообще в дальнейшем в этой сфере, кем ты можешь быть в топовых компаниях после окончания учебы, как получить работу мечты, и как начать собственный бизнес, как получить зарплату мечты. Я начитала, что у вас очень важная информация. Я вам перевела все это на русский, так что спасибо за ваш лайк. Целых три воркшопа у вас есть, например, на разные тематики. Я тебе объясняю, вдруг ты не видела. Не, 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 не. Например, какие подводные камни ждут предприниматели по сравнению с трудоустройством, как стартапы ищут инвесторов, чего остерегаться, для каких должностей характерен асессмент центр, и как найти подходящую работу и договориться о нужной зарплате. Ну, вау! Еще написано, что факультет предлагает разные возможности по стажировке за границей. Что-нибудь можешь нам об этом рассказать? Да, это довольно-таки интересный аспект и для меня, потому что у меня еще до сих пор не закрыты гештальцы школы насчет обменных программ, потому что я подавалась. А в школе была возможность программы обмена? Не в школе, а в школьное время. В школьное время? Да. Это где так здорово? Ну, флакс, например. Это довольно-таки... Это какой-то украинский флакс. Это какой-то флакс. Поясни, пожалуйста, а то не все поймут. Это программа обмена в Америку на год в обучении в школе. Ага, и ты мечтала? Нет, я практически прошла, но там чуть-чуть, чуть-чуть. И мне до сих пор вот это чуть-чуть не нужно его закрыть, чтобы я куда-то поехала, получила свои впечатления и вернулась такая класса. В общем, пытаешься, говорю. Пытаешься. А с тобой пытаешься. В общем, собираешься воспользоваться этой возможностью. Да, я бы хотела воспользоваться такой возможностью, потому что, я думаю, это очень интересный опыт. Здорово. Что касается русскоговорящих комьюнити у вас на туризме, много ли там людей русскоговорящих? Ну, вот у меня на потоке людей 90-100 и процентов 15 где-то это русскоговорящие. Это высокий процент. Да. Довольно-таки несложно найти людей, с которыми ты говоришь как минимум на одном языке. Поэтому в этом проблем нет, как и в принципе с общением, в общении с чехами, потому что они тоже довольно-таки открытые. Можешь рассказать, кто такие менторы? Да. Программа менторинга, в принципе, она предназначена для студентов первых годов, которые довольно-таки эмоциональны, но приходят в университет и не знают, что им в этой жизни делать. И студенты третьих годов и даже старше, люди, у которых есть определенный опыт, которые проактивные, у которых есть какие-то супер-классные, не знаю, наработки, экспириенсы и того подобного, они берут тебя менторинг этот, ты, собственно, подаешь заявку, тебя принимают, назначают тебе личного ментора, который помогает тебе, во-первых, что влиться в университетскую жизнь, на полную катушку, так сказать. Во-вторых, расскажет о всяких разных интересных возможностях, потому что их, на самом деле, не сильно очень много, но многие о них не знают или не умеют ими пользоваться. Так вот, ментор – человек, который помогает тебе в этом разобраться. Сориентироваться в целом. Да, ориентироваться в целом. Вот. Эта программа длится вроде бы полгода, и за эти полгода ты также ставишь себе определенные академические цели и вообще в проактивной студентской жизни определенные такие моментики, которые бы ты хотела совершить или попробовать. И вот ментор – это человек, который помогает тебе разобраться в этом. Ты пользовалась услугами ментора? Нет. Нет, я сама разобралась. Нет. Я сама учила немецкий, я сама учила математику, и я вообще молодец. Я не сама учила математику, мне помогали. Конечно. Но в любом случае с нуля поступила. Это уважительно. На менторинг я не пошла, потому что я переживала, опять же, за свой язык. У меня до сих пор был языковый барьер после года сидения на карантине и общения на чешском по Zoom. Поэтому я не ходила на такое, но у меня есть знакомая чешка, которая ходила. И ей это помогло? Да. Ей понравилось, как она рассказывала. Клево. Расскажи, как прошла твоя первая сессия? Как первое свидание. О, окей. Я на свой день, к сожалению, нет. Нет? Да. Это было, думаю, не так романтично. А первое свидание всегда романтично? Ну, вроде бы говорят, что да. Говорят? А давно была на первом свидании? Нет. Нужно на свидание. Ходишь на свидание? Нужно же как-то дома сидеть. С чехами? Давай потом мы разберемся с той учебой. Заканчиваем. Да. Заканчиваем. Заканчиваем. Вот. Первая сессия, в принципе, получила то, на что училась. Я сдала. Вот. Это самое главное, считаю. Могу сказать, что самое волнительное было устные экзамены, на которых я переживала больше не за то, что я скажу, а как я скажу. Вот. И это был такой стопорный момент немножечко. Но, в принципе, все прошло более-менее нормально. Я вынесла для себя какие-то моменты, которые можно было бы улучшить. Например, в следующей сессии. Потому что, там, можно так сказать, я готовилась, но не прям в полную силу. Ну, зато сдала. Ну, да. Это главное. Слушаешь подкаст от вашего универа? От факультета? Нет. Нет? Я послушала. Очень интересно. Да, я знаю. Там о психологической поддержке. Да. А, кстати, уже есть центр психологической поддержки, в который может прийти каждый студент, обратиться с абсолютно любыми проблемами или даже плохим настроением. И профессионалы, специалисты в этом деле, как минимум, с тобой поговорят, помогут разобраться. И я считаю, это очень классная возможность для людей, которые, например, в сложных периодах, или сессии. Предлагает ли твой факультет возможность трудоустройства для иностранцев, в том числе, после окончания университета? Ну, мой университет излагает довольно-таки много стажировок. И в целом есть день, несколько дней. Это называется... Есть день, это называется неделя. Несколько дней. Неделя. Ой. А потом месяц получается. Ну, да. Получается так. Получается. Ой. Уже есть терморки профессии, на которые приезжают разные представители абсолютно разных фирм, причем в разных областях и сферах. Там, где ты можешь поконсультироваться, узнать интересующие тебя вопросы. Также эти компании ищут для себя стажеров и будущих работников. Поэтому это классная возможность напрямую посотрудничать и поговорить с фирмами, которые могут тебя вдохновлять. Это классная возможность просто найти себе таким образом стажировку, опыт или даже работу. Я так понимаю, ты еще об этом не задумывалась? О стажировке. А там в основном берут студентов старше. Старше курсов. Где ты живешь сейчас? Я живу в общежитии. В общежитии? От университета? Да. Это общежитие, которое предоставил мне университет. Условия, я бы не сказала, что супер. Сколько из 10? Четверочка. Да. Но, в принципе, там соизмерима цена-качество. А какая цена, если не всегда? Месяц плюс-минус 3 500 крон. Это на двоих комнаты? Да, комнаты на двоих. Вот. И в блоке две такие комнаты. Там есть все удобства, в принципе. Вот. Эстетическую обстановку ты, конечно, сам себе обстраиваешь. Ну, понятно. Но, тем не менее, это очень удобно, как минимум, потому что этот общежитие находится близко возле главного корпуса. Не главного корпуса, а возле корпуса, в который входят все студенты и первокурсники. Поэтому это очень близко. Вот. Я выхожу иногда на лекцию за 7 минут до начала. Есть у тебя какое-то любимое заведение в Праге? Любимое студовно, где ты учишься? Ну, могу так выделить одно место, в котором я даже готовилась к сессии. Это возле чешской... ой, пражской главной галереи. Там большая-большая кофейня с панорамными окнами, пол. Я не помню, честно говоря, как называется. Она находится прямо в здании пражской галереи национального. Вот. Довольно-таки атмосферное место. Мне реально действительно нравится там учиться, потому что располагает все, так сказать. Может быть, хочешь поделиться со зрителями каким-то советом? Ну, жизненным. Да, любым в целом. Учить нельзя. Не, ладно, не надо. Не надо. Просто сто раз подумайте перед тем, как куда-либо выдавать приглашку. Не знаю, даже честно говоря, я бы хотела сказать, чтобы просто думать и сердцем, и головой тоже. Просто веди диалог между этими, думаю. Connect. Да. Между сердцем и головой. Тогда будет все очень классно. В целом, идеальный совет. Лучше не придумаешь. Спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости на интервью. Очень приятно было с тобой пообщаться. Надеюсь, для вас это тоже была полезная информация. Почаще заглядывайте на наш YouTube-канал. Нам очень приятно, когда вы оставляете положительные отзывы, разумеется. И не забудьте поставить лайк этому интервью, подписаться на канал и следить за обновлениями. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok